Виктор Захарченко О чем болит душа композитора Швейцарцы, которые потеряли звезду в Краснодаре И Коко Шанель, которую мы не знали Афиша самых ярких событий недели И все-таки в жизни масса увлекательного И мы вам это покажем без политики Доброго дня Театр лихорадит, но он идет на поправку Московские критики провели все выходные В зрительном зале Краснодарского драмтеатра И выписали рецепт для труппы Свежий взгляд на драматургию И больше умных постановок Молодой автор Ярослава Пулинович По пьесам, которые здесь поставили несколько спектаклей Критики и фестивальные деятели Олег Лаевский, он участвовал в постановках театра Александра Лаврова и Ольга Синаторова Обсудили с артистами несколько спектаклей Кошка на раскаленной крыше Покровские ворота, Гамлет, Ночной таксист Дабл Пулинович Последний как раз и оказался тем свежим воздухом Который необходим сейчас и театру, и зрителю Считают столичные гости А вот постановку ностальгию по 50-м годам И комедию положений Про изворотливого таксиста Назвали тяжелыми гирями в репертуаре театра Ночной таксист И это спектакль Покровские ворота Спектакли, где превалирует форма Где, так сказать, такой линейный событийный ряд Спектакли положений Рассчитанные на то, что зритель должен прийти Отдохнуть, расслабиться И, так сказать, и не больше Больше всего московским критикам понравился Краснодарский Гамлет в постановке Огарева Его и решили отправить на фестиваль Театральный Олимп Который пройдет в Сочи в июне Фрагмент уникальной фрески из склепа Геракла Представили в музее имени Фелицина Это такая метровая глыба Захоронение, где находилась фреска Нашли на территории античного города Горгиппе в Анапе Роспись восслабляет подвиги Геракла По мнению культурологов, мифический сын Зевса Серьезно наследил на берегу Черного Или, как его называли греки, Гостеприимного моря Геракл возвращался через кифию, ведя коров Он непосредственно на территорию Кубани С кифи, как называется, у Геродота Встретился с полудевой, с полузмеей Вступив с ней в брачную связь Интересно сложилась и судьба каменного Геракла Более 35 лет фреска хранилась в Московском областном институте археологии В ожидании реставрации И вот только недавно Краснодарский музей нашел Финансы на восстановление одного фрагмента Теперь осталось восстановить всего лишь еще 144 обломка Пока они также находятся в столице Китаец с русской душой, экзотический щелкунчик и просто добрый человек Инда Юн, ведущий солист театра балета Григоровича С недавних пор еще и заслуженный артист России Танцор родом из Шиньяна учился хореографии в Новосибирске Там его заметили и пригласили в балетную труппу Краснодарского театра Так и родился новый не только творческий, но и семейный союз О русско-китайской семье Инь Севцовых и о заветной роли Даюна Расскажет Анна Горлова У станка он сосредоточен и кажется самым серьезным артистом в труппе Но это только кажется Даюн с китайского переводится как храбрый, скорее добрый, веселый и даже непосредственный С улыбкой он рассказывает, как попал в балетный класс Учился неплохо, просто лин Что-то не хотел учиться, но думал балет легче Хотя бы не надо каждый день за партой сидеть, писать Ну ничего, я кажется, ничего не легче А то и писать надо, и это самое, еще ногами дергать Вот так на краснодарской сцене он дергает ногами За это его любит публика и маэстро Григорович Даюн вспоминает, как не спал полночи, когда узнал, что его пригласил играть в «Спартаке» сам великий хореограф Хотя после учебы в китайском «Шиньяне» и русском «Новосибирске» ему казалось все нипочем За 70 человек сам показывал все движение Ну представляете? Романтический герой на сцене, за кулисами он такой же, как мы Любит поесть, для этого в гримерке стоит холодильник и почитать на китайском Жена Саша, тоже ведущая солистка труппы Сюда заходит редко, танцует на одной сцене, живут в одном доме Поэтому в перерыв расходятся по разным гримеркам Даюн у нас читает целыми днями Я вышиваю, держу Ну мне нравится, это мои увлечения Ну а все остальное время у меня занимает или ребенок, или готовка Как у обычных женщин Готовка, стерка, уборку Саша на сцене всегда разная, романтичная Раймонда и коварная хозяйка Медной горы А Даюн всегда положительный персонаж С такой улыбкой, как у него, трудно предложить сыграть злодея Но творческой зависти в их семье нет, как разговоров о работе после работы Кроме балета их объединяет еще одно пятилетнее обстоятельство Ярослав хоть и сказал, что танцевать как мама и папа не будет, но творческую натуру скрыть не смог На полянках тишина, светит желтая луна Все деревья серебря Жальцы пляшут на горе А по душу легает лед Наступает Новый Год Ура! Семья Инь Севцовых доказала, что граница, хоть и географическая, хоть и ментальная, лишь черта, которую можно подвинуть И даже принц, спящий красавица, может быть с раскосыми глазами Анна Горлова, Александр Кощеев, Факты без политики, Краснодар Совсем скоро уже мы встретимся с Виктором Захарченко, руководителем кубанского казачьего хора, ему 75 Ну а пока вот о чем Три струны, которые заставляют смеяться и плакать Алексей Архиповский показал, на что способна балалайка Эти дети могут стать чемпионами и гениальными художниками, если взрослые вылечатся от дефицита человечности И в завершении программы Коко, кино и нино В рубрике Афиша Долгие часы в архиве и 4 выхода в год В марте литературно-исторический журнал «Родная Кубань» отмечает 15-летие В нем можно найти рассказы кубанских авторов, проза и стихи А его главный редактор, известный в России писатель Виктор Лихоносов, много времени проводит в Государственном архиве края Находит заметки об интересных, но забытых кубанцах Главная задача журнала — сохранение культурного наследия, говорит он, только вот преемников у автора нашего маленького Парижа немного Такое ощущение, что литература кончилась Есть талантливые люди Но их никто не чувствует Их никто не видит Они пишут, как иностранцы И понятно, здесь они живут или нет Пишут ни о чем Или о какой-то ерунде Журнал «Родная Кубань» можно найти в любой библиотеке Краснодара, в читальном зале Чаще всего изданием интересуются школьники Это издание очень востребовано школьниками Потому что сейчас, вы знаете, что все ребята изучают такой предмет в школе, как кубановедение Здесь очень интересные есть рубрики Например, «Подвижники благочестия» Это рассказы о храмах Краснодара и Краснодарского края Следующий номер журнала будет посвящен 400-летию дома Романовых А выйдет он в конце марта-начале апреля Минувший четверг был особенным днем для особенных людей 21 числа третьего месяца Принято вспоминать о тех, у кого в 21 паре хромосом есть третье лишнее Такое отклонение называют синдром Дауна По фамилии врача, впервые его описавшего По статистике, это 1 на 600-800 новорожденных Ребенок с миндалевидными глазами может появиться в любой семье Это не зависит от возраста, здоровья или цвета кожи родителей Так кто они, люди с ограниченными способностями или ограниченными кем-то возможностями? Разбиралась Полина Каратенко Глядя, как полуторгодовалый Юра лихо управляет игрушечной машиной Сложно поверить, что он никогда не пересядет за настоящую На первый взгляд он обычный ребенок Много улыбается, строит глазки, обожает игрушки родителей От остальных людей его отделяет одна хромосома и множество предубеждений Общество превратило диагноз человека в унизительное ругательство На что солнечные люди просто не могут обижаться Они ждут от этого мира только лучшего Они не видят злости практически Если эти дети улыбаются, значит эта улыбка настолько открытая Настолько она наполнена каким-то счастьем внутренним Он просто радуется, потому что он радуется Не потому что ему что-то нужно А нужно этим детям многое Квалифицированные врачи, специальные методики, регулярные занятия с психологом-логопедом В Москве такие условия есть в центре «Дон Сайтап» Поддержку семьям, столкнувшимся с бедой, там оказывают совершенно бесплатно Делают все, чтобы общество улыбнулось солнечным людям Не так, что ты бегаешь по всему городу и ищешь Вот здесь вроде бы хороший невролог, я сюда обращусь А здесь, вот здесь вот психолог, вот наверное мне сюда надо Не говоря уже о том, что все эти специалисты платные Что бесплатная медицина, она ну как бы Не хочется обижать, но можно сказать, что не совсем профессиональная А может быть мы ей не совсем нужны В Краснодаре есть один детский сад, который принимает детей Синдромом Дауна на полный день, в группе их всего пять Больше не положено по нормам Даунята занимаются вместе с детьми, у которых легкие отклонения В опорно-двигательном аппарате Они смотрят на других детей, и конечно развитие идет быстрее В этом большой плюс именно в групповых занятиях Здесь есть также индивидуальные занятия Здесь постоянно это разработанные методики занятий развития таких детей Юре в сад пока рано, таких детей раньше трех не берут Но пока мама Александра активно борется за то, чтобы таких садов стало больше Вместе с другими родителями лучиков она создала специальную организацию По аналогии с московской Правда пока центр существует лишь на бумаге в интернете Александра уже год не может выбить здание у властей Нас футболят от одной структуры в другую То есть эта структура нам не даст, потому что у нее нет А эта структура не даст, потому что она не имеет на это права Вот и 21 марта, в этот особенный день им снова сказали нет Родители попросили разрешить им праздник в одном из торговых центров Но администрация, видимо, постеснялась спустить в потребительский мир лучик солнца Полина Каратенко, Геннадий Шапошник, Михаил Байправ Факты без политики, 9 канал Добавлю, что лишняя хромосома сильно отражается на здоровье и развитии Однако синдром Дауна не приговор Если им не запрещать, особенные люди могут учиться, работать и добиваться успехов в своем деле Например, Андрей Востриков стал абсолютным чемпионом России и мира по спортивной гимнастике Американка Лорен Портер успешно снимается в кино А шотландка Паула Саш Всемирно известный адвокат по правам людей с синдромом Дауна Полет шмеля и саундтрек из фильма «Миссия невыполнима на балалайке» Исполнил Алексей Архиповский Концерт виртуоза прошел в Краснодаре Алексей вплетает знаменитые мелодии в свои собственные композиции Исполнитель, прославивший русский народный инструмент на весь мир Родился в Туапсе, там же учился в музыкальной школе Затем поступил в знаменитую Гнесинку И работал в ансамбле «Россия» под руководством Людмилы Зыкиной Уже больше 10 лет Архиповский выступает сольно Он открывал Евровидение в 2009-м И играл в русском доме на Олимпиаде в Ванкувере Алексей Архиповский дал интервью программе «Факты без политики» Почему он выбрал именно балалайку Что музыкант вспоминает о туапсинском детстве И как инструмент изменил его жизнь Обо всем этом расскажем в одном из ближайших выпусков Не пропустите! На его концертах подпевают, плачут и после никогда не уходят равнодушными Даже те, кто скептически относится к народной культуре Руководителю кубанского казачьего хора, народному артисту России Виктору Захарченко исполнилось 75 Из них почти 40 он руководит кубанским казачьим хором Композитор и автор более 500 песен родился в небольшой казачьей станице Дядьковской Это в Кореновском районе Концерты в Кремле, лучших залах планеты, сотрудничество с мировыми звездами рока Такими достижениями сегодня может похвалиться далеко не каждый, тем более народный коллектив В отличие от многих композиторов, Виктор Гаврилович вначале подбирает стихи Сумарокова, Державина, Рубцова, а уж потом пишет музыку Иногда ему приносят тексты старинных казачьих песен, и он дает им вторую жизнь Его трудно назвать просто композитором или дирижером Он настоящий исследователь народной культуры Мы встретились с Виктором Захарченко в его рабочем кабинете И поговорили о том, о чем, собственно, не очень-то принято говорить на современном телевидении О смысле Добрый день, Виктор Гаврилович Добрый день Скажите, меня вот предупредили перед интервью, что вы очень не любите банальных вопросов Это действительно так? Это действительно так, и журналисты, к великому сожалению, задают чаще Причем, знаете, особенно за рубежом За рубежом, знаете, ну вот эти вопросы, типа, что больше любите, чай или кофе Какой цвет, голубой или там синий И вот такие вопросы, где познакомились с женой, кто в хоре самый молодой И еще пару таких вопросов, интервью закончится, я думаю, ради чего собирались Как бы самое главное, у кого коллектива, у кого существа, деятельности, сколько бы нет Мы недавно встречались с Ильей Авербухом Он сказал, что иностранцы говорят, что русские все вынимают вот отсюда, как бы из живота Они говорят, у них, конечно, такое выражение У русских снова болит живот То есть какая-то трагедийность русского сознания Я скажу, если вот это слово живот заменить на душу, на сердце Душа болит, это точнее Живот все-таки, мы понимаем, что, сказать, живот за веру положить Это жизнь за веру положить А живот, это все-таки, понимаете, как бы вот такое плотское телесное понятие Душа, она ведь бессмертна Поэтому, если душа болит, то вот это, сказать, действительно надо думать, почему Или о той же русской душе, говорят, что она загадочная Кстати, у меня и диск вышел, как раз это уже было к 70-летию, да О чем душа? Болит, да, и радуется О чем душа ваша радуется? Понимаете, душа всегда радуется свету Душа стремится к горнюю Душа стремится в небо Душа старает себя, пока она на земле, очистить свою греховность, да Дабы потом, когда предстанешь на страшном суде И Господь Бог, как говорится, поближе тебя поставил Не в ад вечный, сказать, да А к себе поближе Поэтому, скажем, душа радуется там, где есть свет А если вот этот свет переносить на нашу, сказать, мирскую жизнь И деятельность кубанских казачьего хора То это, конечно, связано, скажем, с теми событиями Которые из кубанских казачьего хора Кубанский казачьего хора, на самом деле, ведь испытал очень много радостных событий Что из последнего такое вот радует вас? Из последнего? Ну, пожалуй, это вот свершившийся 200-летний юбилей кубанских казачьего хора Представьте, я когда вернулся из Сибири, где я жил 14 лет, да Вернулся на родину, на Кубань И возглавил кубанский казачий хор Мы вскоре отмечали 50 лет кубанскому казачьему хору И все достоверно, знали, откуда было начало А потом, значит, когда я сидел, так сказать, долгими вечерами Скажем, в Пуштинской библиотеке, в читальном зале, в архивах И вдруг я, значит, там в разговоре с краеведами И во мне говорят, так до революции был хор Ну, я наивно говорю, так тоже другой хор был Сейчас же вот хор Был, наверное, какой-то хор Но причем тут дореволюционный А когда я глубже в них, в ту информацию И я когда прочитал это столетие И что те руководители, которые были тогда, вот они В советское время, они также работали с хором Для меня это стало однозначно Я тогда понял, что я прикоснулся к чему-то запретному Потому что, скажем, в советское время Говорить о том, что еще в царское время хор родился Тогда просто никто не мог сказать об этом Как? Кто был другой? Как тогда говорят? Это было проклятое время Но преемственность осталась Когда я для себя сначала открыл Что история кубанско-казачьего хора Началась не в советское время А началась до революции То у меня теперь Из того, что я сделал за все эти годы Я считаю, самое важное Оказалось, что мы не самые молодые А самые старые, на самом деле, старейшие коллективы Вот вы сказали, что боли и радости Вот радости я понял в чем А о чем болеет ваша душа? У нас сегодня, как бы, вот Молодое поколение, причем я беру Не только на уровне Кубани Кстати, на Кубани как раз дела обстоят Намного-намного благополучнее А беру в целом Ведь по существу традиционная культура Не занимается в школе вообще Не занимается в вузах Если занимается чуть-чуть Вот так пробежали и так дальше А то как же так? Историю народа мы не очень хорошо знаем Идеологию не очень хорошо знаем И тогда мы на самом деле, понимаете Вырастаем тех самых несчастных Иванов И не помощи городства Вы считаете, ее нужно именно насаждать? Или все-таки у народа у самого Должно быть желание тянуться к ней? Существует система передачи информации Которую должны получить молодежь У каждого народа есть, скажем, совет старейшин Совет стариков и так дальше У всех народов без исключения Старшие учат младших Ну, скажем, сейчас запускаются Ну, это такие, скажем, бесовские Там, права ребенка Пусть дети учат, пусть взрослых Ну, это просто сказать Ну, это просто, так сказать Сейчас произошел сбой Просто не сбой, как бы перевернут Да, с ног на голову То есть никогда Дети никогда Во всей истории Никогда не учили стариков Просто никогда Ни у одного народа Но кто-то же запускает такое Да, что вот ребенок Вот ребенок позвонит сейчас На ювенальная позиция Как-то, юстиция И говорит, знаете, папа Пошлепал по попке и так дальше Все, забрали ребенка и так дальше То есть ребенок начинает учить Просто что я хочу сказать Я хочу сказать, что если мы не знаем Своей истории Да, если у нас нет исторической памяти Если мы не знаем своего прошлого Это сам народ обречен на исчезновение Он растворяется Он не знает, кто он И невольно У него интересы являются главными Только материальные Вот чего-то больше урвать Жизнь-то короткая Там неизвестно, что было Ты не веришь там Бог Он есть ли, его нету А вот у тебя поживу А там уж там как будет Понимаете как Вот скажем У меня есть песня В степи покрытой тайной бренны Сидел и плакал человек А мимо шел Творец вселенной Остановившись он из рек Меня печалит вид твой грустный Какой бедой ты там мимо? А человек сказал Я русский И Бог заплакал вместе с ним А для вас главная музыка или текст все-таки? Только текст Я много Много же раз говорил, что При том, что я, конечно, моя профессия музыка Я сам пишу музыку, да Но то, что в начале было слово Это правда абсолютная Ну хотя бы потому, что на любые стихи Можно написать Ни две, ни три, ни десять Ну при том, что там песни Бесконечные Вот скажем, сколько есть композиторов Более твое Я один Вот дайте мне Хотите, вот пример Дайте мне любые четыре строчки Я сейчас сочину Десять мелодий сразу Хотите любую какую-нибудь Песню, которую вы знаете Мне просто четыре строчки То есть сочинять музыку Вообще Я считаю, что это Ну просто Что, проблема как-то есть Ее не существует Существуют проблемы От стихи четыре строчки Я не рожу Тех, которые бы имели Такой глубинный Вот не обижайтесь Все присутствующие Да, если кто там слушает Люди, которые песни поют На сцене Причем талантливые люди Музыкальные люди Вы знаете Я считаю Если не девяносто процентов Восемьдесят процентов Как минимум Поют Не понимая Всех глубинных смыслов Типа А что там понимать Говорят Как это общее слово Скажем Народные песни Такой глубины Неимоверной А вы когда Слушаете стихи У вас сразу рождается музыка? Сразу Сразу Просто мгновенно И причем Поскольку На эти же самые стихи Я сам могу сочинить Много-примного Других мелодий Но вот это первичное Которое услышал Я только оставляю Более того В ней я не могу изменить Даже одной ноты Не знаю почему Так может быть Наша проблема в том Что мы не умеем Красиво преподать В упаковке Как те же англичане Своего короля Артура Они снимают о нем сериалы Они показывают Свою историю Так красиво Что ее хочется смотреть Может быть В этом наша проблема? Ну может быть и в этом Вот Кубанский казачий хор Например Делает какие-то Современные проекты Я знаю вы с рок-музыкантами Из Америки Из Европы играли Да? То есть вы все-таки Стараетесь как-то Осовременить То что есть? Осовременить Конечно Потому что смотрите как Все те традиции Которые есть Надо еще приумножать Вот самое главное И именно Не меняя смысла Смысл должен сохраниться А формы меняться может Это совершенно точно Формы может быть И такой и такой Упаковки могут меняться Но если вы Содержимое упаковки Перемените Да? Было не знаю так сказать Какой-то Там изюм А заменили ее На какую-нибудь бяку То вот что Не должно быть Чтобы при перемене Упаковки Не исказить Самое главное Что там внутри Вы Ровесник моего отца Ему тоже в этом году 75 лет И Я Собираю Выводы Этого поколения О жизни Мне хочется От них услышать Мудрость Главный Вывод Человека В этой жизни Есть такая песня Песня историческая Народная Тоже Мне всего Аж три куплета Она отвечает На вопрос Ибо На самом деле Вот в этой песне Изложена Мудрость Прощай мой край Где я родился Где первую жизнь свою выдав Где козаком На свит явился Родной Кубани Притягав Где дяди Прадяди Служили У пользу Руському царю За Русь Головки положили Коли нужна Отдам свою Настав тяжелый час Разлуки Я иду За Родину Служить Змогли деды Зумеют внуки Живот За веру положить Спасибо вам Виктор Гаврилович И еще много-много лет Желаю нести вам Эту мудрость И вам то же самое И вашему каналу Желательно Давать то Чтоб что-то оставалось Осидалось здесь И вот ведущая рубрики Афиша Полина Каратенко Уже в нашей студии Добрый день Полина Здравствуйте Артем Вы готовы Как говорит Виктор Гаврилович Нести мудрость людям Знаете Для меня Мудрость Наверное в том Чтобы быть всегда Открытой Всему новому Не бояться экспериментов Как например Тот же самый Виктор Захарченко Который играл Из команды Муми Тролль Из рок-группы Американской Которая называется Ринг Сайт Вы знаете Я вам больше скажу Казачьи песни Они созвучны Даже с готическим искусством Чуть подробнее Расскажу в афише Перед каждым зрителем Дарящим цветы Она опускается на колени Крепко обнимает И несколько раз Говорит спасибо По-другому Грузинская певица Нино Катамадзе Просто не может Благодарность и любовь Философия ее Музыки и жизни То что делает Катамадзе Под аранжировки Группы Инсайт Это и джаз И рок И психоделика Язык ее песен Интернационально Слова часто непонятны Однако композиции Без всякой конкретики Рождают разнообразные ассоциации После ее концертов Хочется философствовать И любить Загадка 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 И какое отношение Что общего Загадка 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 Семейка Но я желаю Я желаю вам Не сопротивляться Эволюции И быть открытым Для экспериментов Да Кстати мне кажется Именно из этого принципа Исходя Мы формируем Нашу программу Факты без политики Чтобы дать возможность Зрителям Не только увидеть Классическое искусство Но и какие-то Эксперименты И в этом Открыть что-то новое Для себя Надеюсь у нас получается Всего доброго Хороших выходных